В этом видео я устрою битву сотни гениев против тысячи воинов. У нас есть вот такая вот карта и по центру она отделена огромной стеной. На первую часть карты мы заселим сотню гениев. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я заселил 100 человек и чтобы они действительно были гениями, дадим им такую черту, как гений, непреклонный и мудрый. То есть три положительных качества, которые влияют на разум. Оп, теперь у нас сотня супергениев и желтая овечка. А вот на вот эту часть мы заселим тысячу наших мускулистых мужчин. Девять, десять, одиннадцать, девенадцать. И чтобы они действительно стали воинами, дадим им такую черту, как гигант. Сильный и крепкий. Оп, теперь это по-настоящему огромная гора мышц. И давайте в мировых законах мы выключим восстание, выключим временно голод и выключим временно старость. Также выключим природные катаклизмы и другие бедствия. Я думаю, можно начинать. Королевство гениев мы переименуем, соответственно, гении и дадим описание государства. Ум, это круто. А королевство воинов мы назовем, соответственно, войны. И дадим описанию их королевству мышцы топ. Как видите, в центре у нас находятся адамантий и кролик. Когда пройдет сто лет, мы уберем эту стену и кто-то из королевств сможет залутать этот адамантий. Гении уже обосновали второе поселение. Крутые. Опа, это кто? Назовем его Сосок. Еще второй. Назовем тебя Сосок-2. Семейство сосковых. Также здесь у нас есть такой охренительный пляж, благодаря которому люди смогут строить порты и, соответственно, у них появятся корабли. Как видите, королевство воинов уже обосновало второе поселение в грибном биоме. Посмотрите, как гении компактно построили здесь свои домики. А тем временем у воинов полная неразбериха. Сколько здесь людей! Это что такое? Это розовая лягушка? Давайте назовем его Тортик. Ставьте лайк, если любите розовых лягушек. Прошло уже 37 лет и вот так смогли развиться наши гении. А вот так у нас поживают наши воины. У королевства воинов уже 5 поселений, а у гения всего 4. А вот по численности населения у них почти в 2 раза больше, чем было в начале. Тортик был убит! Он убил Тортика! Ну все, я тебя запомнил. Я тебя назову Тортик-убийца. Наши гении уже смогли достроиться до озера, имеют уже 266 человек, а вот у наших воинов 1032 человека. И также они почти имеют доступ к воде. Если посмотреть на культуру, гении имеют уже 15 уровень, тем самым воины всего лишь 9. Давайте этого кролика мы назовем Джимми. И дадим также ему звездочку. Гении уже построили первый порт. И тут какая-то заруба с змеей. Черт с палкой бежит на змею! Он убил змею палкой. Ха, балдеж. Я думаю, самое время в мировых законах включить голод и старость. Потому что уже прошло довольно-таки много времени. И на данный момент у воинов 1053 человека. А вот у гениев 383. Наш фаворит Джимми был убит Вуф. Его убил этот волк. Ты ж сволочь. Как видите, у гениев уже вовсю процветают корабли. А вот у воинов всего лишь 3 кораблика. Опа! Все! Прошло уже ровно 100 лет. А это означает, что самое время убирать стену. Оп, менницу задел. Простите, гений. Я не хотел. Гений добыли весь адамантик, который был в стене. И вот началась наша война. Королевство гений объявило войну воинам. Как видите, у гениев 553 человека. А вот у воинов 462. У гениев 36 уровень. А у воинов всего лишь 23. Давайте флаг воинов мы немного перекрасим. Какой-нибудь розово-красный цвет. Посмотрите, какие воины огромные по сравнению с гениями. По-любому в детстве много растишки ели. У нас гении сейчас содерживают победу. Несмотря на то, что у нас воины намного мощнее. Гением все-таки удалось захватить это поселение. Посмотрите, они уже добрались до озера воинов. И успешно его захватили. Тем самым армия воинов находится на территории гениев этого поселения. И сейчас захватило сразу два поселения. Гении каким-то образом смогли починить эту территорию. Это что, читы? Гении полностью взяли в кольцо это поселение воинов. И скорее всего им сейчас также придет жопа. У воинов всего 43 воина. А вот у гениев 127. Неплохо. Гении обратно отхватили все свои поселения. И сейчас будут отправляться уже на эти территории. Тун-тун-тун-туру-тун-тун-туру-тун-туру-тун-туру-тун-туру-тун. Гении спокойно заходят в это поселение, и воины не оказывают никакого сопротивления. Осталось последнее поселение наших воинов. Гении захватили всю карту. Армия воинов была полностью перебита, и гении успешно захватили последнее поселение, и королевство мускулистых качков, к сожалению, проиграло. Несмотря на огромную силу воинов, они всё-таки проиграли, и ум оказался намного сильнее. Теперь вы знаете, что 100 гениев смогут победить тысячу воинов. Ну, а у меня для вас в честь победы небольшой подарок. Хы. Ставьте лайк, если любите розовых лягушек.